Сегодня у нас за ночь снегу навалило. Я так визуально смотрю сантиметров около 15. Еду тропить Петрищево-Кореево. Маршрут такой есть интересный по лесам. Он сейчас заехал в деревню. Народ весь просыпается. Снег, рыхлячок. Сегодня я пойду в траверсах. Это такие средние лыжи. Люди приготовились уже к новому году. А вот у меня получается вообще дорога. Без колеи. Засыпало все. Собак тут прошла видно. Отсюда еще нас никто не выезжал. Погода минус 3 на дворе. Нужно кстати. Маршрут приблизительно круговой будет. Мы где-то около 18-22 километров. Такие цифры. Ну не знаю. Еды много с собой не брал. Поэтому ограничусь. Хотя можно и побольше попробовать пройти. Ну в общем посмотрю по тому какой снег. Ну с некоторых ляг конечно. Ляг вообще офигенный. Ну не знаю как там будет. Посмотрим. Иду в ту сторону. Сейчас как раз раннее утро. Расцветает. Время. Пол девятого. Я уже в лесу. Вот такая красота. А кто-то только просыпается. Собирается на работу. А я уже все. На лыжах иду. Снегу достаточно. Никакого дискомфорта нету. Монохромность. Она прям успокаивает. Монохромность. Фух. посмотрите какая дорога в лесу какой дальняк в одну сторону и в другую сторону еще больше дальняк уже глаз резкость не хватает снег идет дорога широченная считают две колеи если так мерить это дорога от петрищева до кореева это этот маршрут открылась для себя совершенно недавно в конце осени прям перед морозами мы здесь товарищем ходили гуляли обычная другом любовцова там катался там туннели но там после снегопада конечно завал ветки свисать начинают идешь подгибаешься там пролезаешь где-то здесь вообще просто блаженство здесь ничего не свисает все почищено и такой воспроизводственный участок здесь охотиться нельзя спасибо гигерям которые следят за ним за этой дорогой передо мной развилка три дороги вот это к этому и страль идет поросла под леском хотя с краю можно тропить нормально и туда она пошла здесь чистая дорога я пойду прямо хотя эти две дороги они соединяются там есть перешеек на карте еще мы ходили кольцевали по этой по моему закольцовывали серёгой но я иду как мы мы шли на пути попадаются вот эти проталины стараюсь идти по по гребню вот но иногда наступаю зацепляю где-то эту влагу уже два раза чистился вот беру взял с собой этот ножик скребок не стал сегодня брать не нашел его потом сейчас возьму я уже знал об этом поэтому подлипает и идти бывает очень тяжело лыжи широкие сразу чувствуется нагрузка офигенная поэтому надо брать с собой скребок или побрызгать обычного дешечка и брызга но сейчас что-то я не увидел в дешку не стала искать чтобы не потерять время в принципе меня пока устраивает все в порядке иду дальше вот такая красота здесь поворот и даже не вижу что там будет это очень интересно когда встречаются повороты они прям разбавляют пейзаж можно стоять и любоваться этим все вот первые следы зайчик проскакал побежал прошел три километра за час приходится останавливаться чистить лыжи так останавливаюсь смотрю восстанавливать дыхание и иду дальше вот вышел на опушку а здесь болото такое проявляется там видно что лес красивый вот этот бугор на возвышение типа вражка идет он он ровный такой и тут бугорок с елками красиво на этом летом я иду туда дальше вот распутие двух дорог перекрестие прямо и поперек в ту сторону будет муковня там направо скорее все пойдет дорога налево это пойдет в аллею вот я по этой ходил прямо иду я вон оттуда издалека поэтому пойду сюда налево это все равно мою сторону сторону кореева дыхание они Какие еле здоровые Какие еле здоровые Дуб разломился Вот посадки пошли Елочные Красиво здесь Очень красиво Интереснее, чем по туннелю идти Вон туда еще походу идет дорога И туда Сейчас я посмотрю По карте, куда мне идти Наверное туда идти придется Поехали! 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 Первая горочка Какой красивый оврач Не овражек Поляна такая Вот это дуб А здесь болото Здесь значит болото Ну, такое атмосферное место Куда-то она исчезла Да 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 уж Она была Левее В той стороне С этим Мелколесием Которое здесь вышло Что мне делать? Ну, я вот вижу С правой стороны Ровный пробел Одинаковый Возможно Возможно Там есть дорога Сейчас проверю О! Вырубка Прямая Значит Походу Есть какое-то Типо такого направления Есть А здесь Сейчас разузнаю Блин Не Здесь Здесь все жестко Очень жестко Так Посмотрим Посмотрим Да Я куда-то вышел К какому-то В общем Дорога находится В том направлении Если двигаться Через леса А здесь Пока Ничего хорошего Мне не предлагают Ну Расстояние здесь Какое Здесь не показывает Расстояние Так Здесь Какой-то Обраг Вроде как В общем-то Я пойду Прямо Скорее всего Буду двигаться Прямо Потом Там Будет Лес Такой Перешеек Между Полями Я попробую Напролом Стурмовать Лучше Буду Передвигаться По Еловому лесу Не знаю Посадки Это или не Посадки Посадки Да Потому что Здесь нету А Ну все правильно Вот Впереди Вот это Обозначено Как поляна Тут уже Выросла Вырос Подвесок Поднялся Значит Я двигаюсь В том направлении Пока Ну я Такой Люблю То что Надо Для меня Да Лес Такой Хаотичный Значит Это не Посадки Это Он Сам Вырос А здесь Я уже Вижу Дорогу Вот Вот оно Направление Я поймал Как и БВГ Скажет Подсек Ну Туда Наверное Я не Пойду А вот Эта Дорога Которая Там Скорее Все Она Как раз Здесь Выходит Я Ее И Подсек Пойду По ней Хотя На Карте Ее Нет Дорога вот это вот все по-настоящему никаких туннелей никаких дорог и вот в этом красота так передо мной стоит выбор двигаться по прямой или по лесу справа ельник справа там почище слева смешанный с орешником либо вот это вот дорога не дорога но она блин себя завалена будет этими ветками надо пробовать надо пробовать везде снегу еще мало обычно так это все скрывает упавшие деревья их так поверхность этого чувствую да все такие вот здесь ветки сейчас придется мне прорываться тут сквозь них сам выбрал можно было идти двигать по прямой него что не дуть а я люблю сюда вот так чтобы но под конец зацепился и лыжами ну что вот и вышел я значит надо здесь устроить перекур здесь тоже по ходу какое-то направление задано и здесь такие красивые здесь елки аллея вот так что вы видите и вот так вот вот и вот это все куда ведет эта дорога неизвестно на карте ее нет вот я хожу три с половиной часа прошел почти 9 километров вот сейчас ушел он с той стороны оттуда сейчас туда в ту сторону кореева вот это направление в сторону жиливки тоже интересно сходить там богородская впереди будет по ходу тут по этой тропинке можно дойти до богородского а где жиливки есть тоже направление в сторону богородского в поля это может быть я с кем-нибудь схожу потому что далеко идти 1 уже сложновато тропить уже упаду стал чуть-чуть замучился подлипает снег лужу наступаю сначала чистил потом задолбался он на ветке вставала потом уже его поездишь на ветках он чуть-чуть упадет а так очень много воды все сейчас надо в ту сторону идти так научим я вот иду сколько 9 километров прошел три с половиной часа повернул на выбранную дорогу но вот есть такое направление если это понятно о чем я говорю здесь когда-то была дорога чуть-чуть я изменил маршрут свой проявил как обычно интерес то что привлекла меня и дорога по одному и тому же о лыжи соскочила а чё случилось что-то мне это не внушает доверие нифига себе наверно плохо застегнул крепление так то у меня магнумы стоят расстегнулся магнум даже офигеть не ожидал я этого не ожидал наверно плохо застегнул снег попал вот чтобы это было понятно есть такое направление но было когда-то дорога сейчас на просто проглядывается среди снежного леса вот это там высоко наверху дует ветер поднялся это за заходил вообще просто тишина была такой штиль сейчас хоть солнце на своей проглядывается морозить будет сейчас у меня уже двое одни перчатки одни варежки варежки уже промокли перчатки уже тоже нам вдовы на давно намокли надо было еще третий комплект брать но не знаю еще есть чай сейчас уже все сушит язык в общем иду в корею повернул от маршрута отклонился приблизительно 90 градусов прошел от поворота на километра 9 ну километров 6 наверно другую сторону мне интересно было в общем из по той дороге идти я думаю туда богородской это зайдешь там среди полей можно выйти сейчас его на нашел дорогу которые у которого идет у которой есть направление в сторону кореева но от кореева до петрищева я доберусь легко там-то мне уже знакомые там-то я уже на обратном пути не буду ничего искать не буду ничего исследовать время сейчас мечу пока позволяет потому что четыре часа в одну сторону могу идти ну и на крайняк поворачивать обратно больше смысла нету то что четыре часа уже темнеет вот по следам я вернусь одет тут еще и искать дороги это не вариант и к этому времени уже сядет конечно батарея в телефоне я не увижу карту поэтому вот так вот 8 часов то я пройду я иногда вот так вот иду и раз дороге не о чё это такое поле туда надо идти вон туда идти на 4 вот хотел сказать что я иногда сомнения в таких очкую по-другому не скажешь когда на 1 1 1 и закончилась потом от утра такой треш дичайший начинается вот а тут уже далеко очень дома очень далеко даже населенных пунктов вот эта дичь она чуть-чуть начинает меня напрягать самое главное чтобы вот это направление дороги это еще пол беды вот если бывает так меня уже было несколько раз идешь идешь и на раз направление закончилась просто закончилась резко и все вот такой бывает тоже приходится либо возвращаться либо лезть через вот эту чащу будут смешанный лес блин через него лезть конечно очень сложно были бы елки посадки они прямые там рядами все идет нормально бывает здесь вот так вот я думаю мне все не должно повезти все таки имея такой опыт хождение по этим лесам от этих дорог лесу очень много бывает и туннелей их называю бывает хорошо такие прокатанные их видно прям далеко ну вот о чем и шла речь походу да вот так оно все и бывает все поляна блин вот на поляна оттуда я пришел а здесь уже вырос орешник здесь придется все я в лесу куда и и хрен его знак в общем шел в ту сторону конечно направление было может быть здесь вот левее было которые дорогу может быть ее на найти но очень все хвест у меня пошел на новом уровне подсек какую-то тропу эту лисиную лиса ходит так здесь непонятно непонятно что такое вот есть похоже он тут еще следы идут такая вот фигня сейчас карту посмотрю они в том направлении будут двигаться вот вышел на какую поляну с поломанным деревом а он выше еще одна поляна впереди овраг так если двигаться жми она тут сторону по ходу движется есть никаких намеков вообще нет вот этого пошел трешак так что делать нам туда выбрать азимут и двигаться в ту сторону не туда конечно просто елка красивая стоит на поляне а он туда пойду так вот вышел оттуда из леса небольшой козы перелесок был вышел вот такой красивый овраг брусу такое вот но она конечно дичайшие туда столько подъемов в общем куда-то меня в ту сторону идти вот где-то здесь перейти река течет точнее овраг этот ручей может быть и здесь и спуститься в общем надо на ту сторону куда-то он туда пошел овраг этот овраг походу впадает в пруд в кореевский в какой-то ручей надо сейчас посмотреть мне по карте вот я вычислил где-то тут должна быть дорога где-то за каким-то лесом ночью так как я держу камеру куда вы сможете это в той стороне она должна быть как то здесь красиво но для меня это полная дичь блин а тут этих ручьев охренеть сколько какое-то впадение и справа и слева эти ручьи целая река блин а вот одна а вот шумит слышно как а тут приток и так иду вон оттуда вот там и перешел вот с бугра и заметил думал домик охотничает кормушка вот это как раз поле который засеивать перепаханное походу значит здесь не должна быть дорога значит я скоро выйду на дорогу вот дошел от кореевского пруда в общем сейчас здесь поем где-нибудь и пойду дальше домой обратно прошел уже 13,5 километров все уже есть хочу телефон садится уже все опять там надо так в памяти отложить трек дорог тут много но в общем надо успеть не заблудиться опять бы не могу не могу прийти сейчас себя лось на меня бросился такой маленький такие рожки тонкие такие как у беса такие длинные рога по одному рогу ну вроде небольшой такой ну как крупный один туда побежал вот здесь вот они лежали в ту сторону а я это услышал что-то сделал звук такой ну показалось что ли выхожу блин туда бежит один прям на меня как ломанулся я вот за это дерево там стал прятаться а он тоже потом испугался в общем в другую сторону ломанулся ой хорошо блин оооо такой трешачок словил такая махина такая машина на тебя прям бежит с такими рогами рожки тоненькие длинные блин а вон он вон 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 вот я вышел на свою лыжню не ошибся я у меня сел телефон и еще одна дорога была направо ну что-то она меня смутила конечно а так вот чуть-чуть я понервничал поскольку для меня эти места незнакомые уже темнеет вот ходить тут плутать тоже нет резона блин следов полно лосиных после того лося я еще тут лосей самих не видел но следы прям свежие были не присыпанные прям передо мной ходили кабаны подрылись там под яблоней свежак прям был после того случая конечно да вот боковым зрением что-то вижу движение сразу напрягает уже неприятная встреча вот это нападение такая агрессия стороны лося была конечно трэш это я сейчас только начинаю понимать что это такое нападение было надо быть конечно максимально аккуратным я как-то относился к этому лось и лось а тут когда он реально начал нападать уже да придется по-другому уже думать ну все иду домой не знаю сколько я прошел может быть по карте дома вычислил время 16 12 но прошло наверно больше двадцатки может так 23 25 километров это максимум ну нормально все ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте пока 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 пока